Друзья, всем привет! С вами Павел Морозов из города Сочи, а перед нами красавец жилой комплекс Речной Квартал. Дом, стоящий из двух корпусов, двухподъездный, расположенный, как вы поняли, уже по адресу улицы Станиславского, дом 1А, по дублик ГИСу. Смотрите, чем же он примечательный, почему о нем говорить нужно именно сейчас и почему его приобретать нужно именно сейчас. Сейчас мы с вами об этом и поговорим. Ребят, сегодня мы рассматриваем этот комплекс не просто так. Пожалуй, более универсального комплекса для проживания в Сочи и в Адлере сложно найти. Объясню, почему. Потому что этот дом идеально подходит как для тех, кто хочет приезжать просто периодически, отдыхать, а в свободное время сдавать свою квартиру, зарабатывать тем самым на этом неплохие деньги, так и для тех, кто хочет сдавать ее длительно. Неважно как, длительно, посуточно, она идеально подходит и для того, и для другого варианта. Сейчас объясню, почему. Этот комплекс расположен на улице Станиславского. А значит, что если вы посмотрите по дублик ГИСу, то вы поймете, что в шаговой доступности на улице Ульяново, на улице Садовой расположены сразу три школы. О детских садах я вообще молчу. Там их больше пяти детских садов, все расположены в центральном районе Адлера. Вот так же на соседних смежных улицах. Здесь в шаговой доступности расположены абсолютно все самые главные торговые центры. И самый главный пляж, самый главный пляж, самый классный набережный города Адлера. Именно центральным. Центральным пляжем города Адлера это пляж торгового-розыгрательного центра Мандарин и набережная. То есть, пешочком прогулялись на пляж, поиграли с ребенком на площадке, поиграли в волейбол, попили коктейльчик с арбузами. И потом пешочком прогулялись 5-7 минут обратно до дома по идеально ровной дороге, через мостик, через Мзинту. И легли отдыхать или смотреть футбол, я не знаю, все что угодно. Магнит, гипермаркет-магнит находится совсем рядышком. То есть, в принципе, друзья, комплекс по своей универсальности, его универсальность просто зашкаливает, друзья. Добавим сюда еще в этот коктейль то, что комплекс сдан и подключены все коммуникации. Отсутствие каких-либо доплат на этом комплексе, регистрация в Росреестре, как вы понимаете, да. То, что в доме уже делают ремонты. Вы прекрасно это слышите сейчас и, возможно, вам это не нравится, потому что вам плохо слышно из-за этого. Ну ничего. Так вот, друзья, сейчас я вам покажу самые ликвидные площади. И к этим пяти уже сказанным мной пунктам, самым важным об этом комплексе, добавится еще то, что вы можете здесь купить квартиру, самую ликвидную квартиру, там площадью 24-25 квадратных метров, которая будет сдаваться минимум 5-6 тысяч рублей в сезон. Вы сможете купить ее за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Это на низких этажах и за 3 миллиона, например, на высоких, например, на пятом этаже. Мы обязательно ее сейчас посмотрим. Так что не переключайтесь, впереди обзор скуптера. И очень-очень-очень много интересных ликвидных площадей именно на этом объекте. Поехали! Ребят, вот так выглядит входная группа. Установлен домофон. Доменькая очень простенькая отделка, но это не главное. Это не главное, потому что здесь дом берет именно локацией, а не самой отделкой. Но нужно отдать должность, что и лифты уже установлены, и они уже работают. Да, конечно, они пока еще в таком в ремонтном виде, в ремонтном состоянии, но тем не менее. Давайте нажмем на пятый этаж и попросим двери закрыться. Ребят, рассмотрим самые ликвидные площади, чтобы вам наложиться в 3 миллиона рублей. Вот эта квартира стоит у нас 3 миллиона 150 тысяч рублей. Это малышка-студия площадью 25,2 квадратных метра. Посмотрите, вот такая вот уже выгрыженная ванная. То есть, санузел у нас выделен. Достаточно просторный, с ванной комнатной. Ну, то есть, ванну можно поставить легко. И вот такая вот кухня-гостиная получается. Ребят, вот таким образом выглядит входная группа. А вот таким образом выглядит отделочка. Ну, что могу сказать. Отделочка эконом-класса, двери под замену, конечно же. Но, повторюсь, дом берет именно локации. Кстати, вот, пожалуйста, пожарные шланги. Сигнализация, свет, который включается. Который включается по движениям, по датчику движения. Ну, здесь на пятом этаже посмотрим. Лифт, кстати, установлен работает. Ребята, это радует. Вот такой вот у нас до 630 килограмм выдерживает нагрузочку. Конечно, в таком непотребном виде. До тех пор будет, пока большинство квартир не сделает ремонт. Ну, что говорить, у меня в Триумфе точно такой же лифт. Я имею в виду в такой же отделке, так скажем. Счетчики у нас электричества вывезены в коридор для удобства. Так, рассмотрим с вами, ребят, две планировочки. Сейчас покажу самую выгодную. Квартира стоимостью 3 миллиона рублей. Это студия у нас 25 квадратных метров. Заходим. У нас сразу есть уже домофон. Высокие потолки ровные. Санузел выделен, ребят. Что немаловажно. Здесь, конечно, ванну не поставишь, будет душевая. Но ничего страшного. Для отдыха больше не надо. Вот, смотрите. И вид у нас, получается, на прекрасную преддомовую территорию. Но, правда, не нашего комплекса, а соседнего. Вид ничем не загорожен пока что. Но думаю, что через какое-то время здесь еще что-то построят. Вот такой шикарный балкон, ребят. Еще одним преимуществом является то, что вы можете наблюдать, как красиво садятся самолеты. Да, ребят, действительно, поистине впечатляющее зрелище. Эти самолеты дух захватывает. Итак, ребят, поговорим о самой площади. Смотрите, она достаточно интересна тем, что она угловая. Имеет три окна. Смотрите. То есть, получается, достаточно светлая, хорошая. Ну, то есть, одна из самых ликвидных площадей. Она смотрит на южную сторону. Здесь всегда будет светло и хорошо. Даже при желании, ребят, можно выделить спаленку. Я бы это так и сделал. Например, вот здесь вот, например, перегородочку так поставил, например, под спаленку. А здесь была бы кухонка. То есть, для отдыха вдвоем, втроем, это более чем идеально даже. Ребят, ну, это маленькая планировочка. 25 квадратных метров стоимостью 3 миллиона рублей. Ребят, мы посмотрим самую ликвидную площадь в этом доме. Это площадь 33,6 квадратных метров. Она угловая по стоимости 125 тысяч рублей за квадратный метр. Квартира 241. Ну, дверь, конечно, под замену. Она такая достаточно слабенькая. А у нас уже домофон здесь. Все подключено. Вода, пожалуйста. Ну, и также здесь у нас санузел. Да, санузел у нас здесь не очень большой. Здесь, конечно, встанет, скорее всего, поддон, под душ, да, и все. Но преимущество этой квартиры, ребят, не в этом. Посмотрите, сколько здесь окон. Здесь 3 окна, друзья, и шикарный балкон. Напомню, эта квартира площадью 33,6 квадратных метра. Уже с выделенным сам узлом. И, видимо, с преимуществом. И площадь по стоимости 4 миллиона 200 тысяч рублей. Ребят, это южная классная сторона. Здесь можно будет загорать. Сейчас время около 12 часов. И солнышко только-только переходит сюда, на эту сторону. Вид ничем пока не загорожен. Но я думаю, что в ближайшее время, или в течение каких-то, может быть, пару-тройку лет, это, конечно, все застроится. Потому что святое место, как известно, пустое, не бывает. Ребят, поговорим о самой площади. Крайне ликвидная площадь, ребят. Почему? Потому что она реально делится, можно сказать, практически в полноценную однокомнатную квартиру. Смотрите, я бы вот здесь вот выделил спальную зону. Просто отгородил бы, вот так наискосок взял бы и отгородил бы спальную комнату. Как-то вот так сделал бы скошенную комнату. Спальное место, телевизор, шкафчик там поставил бы. Здесь сделал бы угловую кухню. В принципе, это было бы очень правильно. Единственный минус – это вот тригель. Но мы все знаем, как его можно легко скрыть. Стены хорошие, из-за пеноблока. Это… Ну, друзья, пойдемте, покажу вам теперь самую дешевую квартиру в этом доме. Она стоит меньше трех миллионов рублей, друзья. Эта квартира у нас номер 237. И вот она. Мы находимся на пятом этаже, друзья. Она площадью 24,6 квадратных метров. Здесь она стоит 3 миллиона. А на третьем этаже точно такая же квартира – 2 миллиона 829 тысяч. Квартира абсолютно правильной формы. При желании и ее можно разделить в однокомнатную квартиру, как вы видите. Через просто, через вот это вот как раз по ригелю, как говорится. Вот. Но я думаю, что это необязательно делать. Здесь уже у нас санузел побольше. Такой, немножко вытянутый. Здесь встанет либо маленькая ванна, либо большая душевая кабина. Коммуникации все выгрожены, как вы видите. И это, несомненный плюс. Вид, конечно, можно сказать о виде, что он окна в окна. Но, друзья, поверьте, для тех людей, кто покупает эти квартиры и в последующем здесь живет, абсолютно не важно, какой здесь вид. Объясню, почему. Потому что здесь важен не вид, а именно его локация. То есть, локация этого комплекса. То есть, другими словами, друзья, покупая квартиру здесь, большую часть времени вы будете находиться вне квартиры. И поверьте мне на слово, потому что я живу здесь более года. И точно знаю, что я отлично не нахожусь дома меньшей частью своего времени. Как и моя жена, как и мои все знакомые. Потому что Сочи – это город, в котором ты, ну, дома, как бы, проводя время дома, ты просто его будешь терять зря. Это 100% информация из проверенных источников, друзья. Поэтому обращаем внимание именно на локацию и на саму планировку, друзья. Друзья, да и нельзя сказать, что это окна в окна. Здесь между домами достаточно приличное расстояние. Целая придомовая территория, видите. По сути, это вся придомовая территория, но в принципе, в принципе, друзья, это не так уж и плохо. Здесь встанет какое-то количество машин. Машин, наверное, 20 здесь легко встанет, если от забора до забора посчитать. И в целом, это не самый плохой вариант. Ну что, друзья, предлагаю посмотреть уже этот коптер со высоты птичьего полета и поговорить об основных объектах инфраструктуры, которые в этом районе есть. Пойдемте. Ребят, вот он наш красавец-комплекс. Ну, достаточно плотненькая застройка. И это его, пожалуй, единственный минус, что видно с высоты птичьего полета. Ребят, а вот дорога, которую вы будете использовать, когда будете ходить вон на тот пляж ТРЦ Мандарин. Вон там пляжик является самым лучшим в центральном районе Адлера. С шезлонгами, с кафешками, с барами, с ресторанами. И туда как раз подает мзым-то. И очень часто дельфины приплывают кормиться именно сюда. Поэтому, конечно, здесь очень интересное место. И люди обожают это, в том числе из-за того, что здесь все в шаговой доступности. Идти туда минут 5-7, ходил сам, проверял. Там вдалеке у нас другие объекты, это горизонт и так далее. Ну, вот, ребят, у нас сам соцсоцентральный район Адлера. Вот ЖК Элит 1-2 мы сейчас увидели. Там у нас Новый Век, Плаза. И как раз в том районе сосредоточены основные школы. То есть там их где-то... То есть три школы. На улице Садовой две и на улице Ульянова вот там вот еще одна. Гипермаркет Магнит. Вон он у нас вот там вот находится. Также детские сады, ребят, кому интересно. Все в шаговой доступности. Все у нас находятся вот именно вот в той локации. Около центральных вот этих вот объектов инфраструктуры. Таких как Новый Век, Плаза. Вот все там, там все есть. Плотненькая застройка достаточно. Но, как вы видите, ну, это центр города, ребят. Здесь по-другому не бывает. Здесь каждый клочок земли на вес золота. Там у нас скопление жилых гаражей, ребят. Из минусов, наверное, еще то, что здесь пролетают самолеты. Но, ребят, честно говоря, с закрытыми окнами, когда я ходил, вообще ни одного самолета даже слышно не было. Из плюсов, ребят. Удобный выезд на Дублер. Выехали по улице Ленина, доехали там до центра города или на Дублер, или в Олимпийский парк. Все очень хорошо, близко расположено, ребят. Рядочком лесопарковая зона. Как вы видите, это у нас парк южных культур. Здесь очень много любят гулять. В том числе и мы с Таней частенько сюда заходим. Ну и вот оно, море. Собственно, то, ради чего сюда люди приезжают. Красота. Даже добавить нечего. Расположение просто идеальное. Как я уже сказал, сдаваться этот объект будет, я имею в виду, квартиры ваши будут сдаваться по цене не менее 5-7 тысяч рублей в сезон. Не менее 5-7 тысяч в сезон, да. И это будет длиться в период с июня, с 1 июня по где-то 30 сентября, то есть 4 месяца. В остальное время можете сдавать длительно, потому что здесь все объекты инфраструктуры также находятся в шаговой доступности. Вот этот домик. Ну и, конечно же, в шаговой доступности есть и кафешки, и сауны, и бассейн. Все, что нужно. Ну что, друзья, будем прощаться с вами на этой мажорной ноте. Всем до новых видео, друзья. Кому понравился данный обзор, ставим лайк. Также забыл сказать, если вдруг кому понравился этот комплекс по поводу планировок, по поводу всего остального, звоните, пишите. С радостью отправлю все актуальные шаги и планировки по этому жилому комплексу. С вами был Павел Морозов из города Сочи. Всем до новых видео. Всем пока.